Меня зовут Максим Ким, я являюсь техническим менеджером компании KROG, специализируюсь на системах мониторинга и управления компанией Microsoft. Моя презентация сегодня будет состоять из двух частей. В первой я расскажу о преимуществах систем управления рабочими станциями при доставке приложений, а также типовых предложений компании KROG по внедрению подобных систем. Во второй части своей презентации я расскажу о двух компонентах из состава Microsoft Desktop Activision Pack, а именно Microsoft Enterprise Desktop Virtualization и Application Virtualization, это бывший soft grid. Перейдем к первой части презентации, это управление рабочими станциями. Системы управления рабочими станциями позволяют значительно повысить эффективность IT-отделов предприятий и снизить совокупные затраты на сопроводение парка рабочих станций. Система подобного уровня имеет множество функций, и, как правило, они следующие. Это инвентаризация как аппаратная, так и программная, учет лицензии, учет оценка активов, удаленное управление, развертывание операционных систем, программ и обновление для них, управление конфигурациями и отчетность. Так как наша сегодняшняя встреча посвящена оптимизации доставки приложений и трафика, то рассматривать будем только ограничено количество функций именно развертывания программного обеспечения. Каковы преимущества подобных систем при развертывании приложений? Преимущества основные приведены на этом слайде. Первое преимущество — это целевое распространение, когда администратор может очень тонко задавать целевую функцию либо компьютеров, либо пользователей, которые должны получить требуемое программное обеспечение. Критериев может быть множество. Компьютер должен входить, например, в определенную группу Active Directory и отвечать каким-то системным требованиям по частоте процессора, по объему памяти и так далее. Установка по расписанию означает, что администратор может очень гибко управлять временем установки приложений и так, за счет интеграции с технологиями Wacom One или Intel AMT, запланировать эту установку на нерабочее время. В этом случае рабочая станция будет просто включена, на нее будет установлено программное обеспечение и затем она будет просто выключена. Установка с повышенными привилегиями означает, что вам не нужно давать рядовому пользователю администраторские полномочия для установки программ. Программы будут установлены автоматически в фоновом режиме в контексте Local System. Загрузка перед запуском позволяет предварительно скачать дистрибутии программного обеспечения, либо пакет, с точки распространения и установить его из локального кэша. Динамическое распространение означает, что установка программ будет вести динамически. Например, если станция будет удовлетворять каким-то требованиям, то при включении этой станции в определенную коллекцию программного обеспечения будет установлено динамически. А также использование технологии BITS позволит вам более интеллектуально управлять полосой пропускания. Типовые архитектуры S7, они оперируют понятием сайт, и для многих наших заказчиков архитектура имеет вид, приведенный на рисунки. Есть некоторый центральный офис, также дочерние фериалы и дополнительные офисы. Грамотное планирование архитектуры позволит значительно снизить нагрузку на каналы связи и повысить работу как пользователей, так и IT-администраторов. В типовой архитектуре S7 загрузка будет исчисляться с локальной точки распространения. Этим можно гибко управлять, как расписанием, так и полосой пропускания. Сколько стоит внедрение подобной системы? Понятно, что это все очень индивидуально и зависит от множества требований. Это и требования по функционалу, и требования заказчика, касающиеся рамок проекта, это и количество объектов автоматизации, их размеры и многие другие. Однако, обобщая опыт компании Крок в области внедрения подобных систем, мы подготовили типовые предложения. Они различаются как по охвату, так и по перечню функций. Все эти предложения включают в себя пакет стандартных документов технорабочего проекта, имеют ограничения по функциям и охвату. И стоимость варьируется от 30 до 70 тысяч. К каждому заказчику, так думаю, подойти индивидуально и спроектировать систему под те требования, которые выдвигаются бизнесом и IT. Что касается доставки потоковых приложений, сегодня я буду рассказывать о двух из шести компонентов, входящих в состав Microsoft X-Top Artificial Pack. Данный пакет, он доступен всем подписчикам Microsoft Software Assurance, и включает, как я уже сказал, шесть компонентов. Это Advanced Group Policy Management для управления групповыми политиками, L-Set Inventory Services, который позволяет вам централизованно оценить установленное программное обеспечение на ваших рабочих станциях. System Center Desktop Aero Magnitoring, посвященный, который позволит централизованно отслеживать ошибки, происходящие на рабочих станциях. Также известная утилита – это Diagnostic EnderCovered L-Set, бывший ERD. И два компонента – Application Virtualization, либо, который сейчас Microsoft называют AdWi, и Enterprise-Distock Virtualization, или MedWi. AdWi, он достаточно давно уже на рынке, раньше он назывался ESF3, ESFGrid, текущая версия 4.5. MedWi сейчас находится на стадии бета-тестирования и будет доступен заказчикам в течение первого полугодия. Каковы преимущества Endop? Во-первых, он снижает расходы на IT. Независимая компания провела в Америке обследование, и выяснилось, что применение компонентов из пакета Endop позволяет снизить затраты на 70-80 долларов в год на одну рабочую станцию. Этот пакет достаточно прост в использовании, и, как правило, не требует каких-то проектов по проектированию и внедрению. Сегодня я расскажу про MedWi и AdWi, и хотелось бы сразу понять, чем они между собой отличаются. Во-первых, это разные технологии, которые работают на различных уровнях и предназначены для решения различных задач. Что касается AdWi, основное назначение — это потоковая доставка приложений без физической инсталляции программ на рабочей станции пользователей, а также снижение конфликтов между этими приложениями. Что касается MedWi, он работает уровнем ниже. Администратор создает библиотеку с образованием операционных систем, и основное назначение MedWi — это уменьшение числа конфликтов между приложениями и самой операционной системой. Об этих компонентах я расскажу подробнее. Что касается AdWi, каковы преимущества? Это ускоренное развертывание программ, ускорение процессов тестирования программ, потому что конфликтов между приложениями будет гораздо меньше. Это хорошая отчетность и централизованное обновление программного обеспечения. Администратору тем не нужно обходить каждую рабочую станцию и обновлять ей. Программу на ней достаточно обновить централизованный один пакет. Выглядит это примерно следующим образом. Слева показана традиционная модель установки программ поверх операционной системы. Когда у вас есть операционная система, вы ставите кучу приложений, и эти приложения используют службы, DLL, параметры регресса и так далее. В модели AdWi у каждого приложения есть своя виртуальная песочница, виртуальное окружение, которое виртуализирует запросы к реестрам, системам библиотекам и так далее. Инфраструктура очень несложная. У нас есть такой компонент, как FV Sequencer, который занимается подготовкой пакетов виртуальных приложений. Есть Management Server, который используется для подготовки контента. Есть консоль управления, при помощи которой мы публикуем приложения в соответствующей группе пользователей, либо компьютером. И также есть клиенты. Доставка может осуществляться как на конечной рабочей станции, так и на терминальные серверы. Сопускаться они могут также с терминального сервера. Что касается MedVi, основное назначение, как я уже сказал, это уменьшение конфликтов между приложениями и операционными системами. Он достаточно прост в использовании, сокращает затраты на сопровождение виртуальных средств и использует актуальную для многих проблему совместимость старых бизнес-приложений и новых операционных систем. Не секрет, что Microsoft периодически снимает с поддержки операционной системы старой, там Минус-2000 и так далее. А приложения остаются и могут переходить на новые операционные системы. Рассмотрим процесс отмиграции на новую операционную систему. В традиционной модели это процесс, в котором перед установкой новой операционной системы вы должны прогнать все существующие программы, убедиться в том, что они совместимы с этой операционной системой, при необходимости перейти на новую версию, либо отказаться от нее в случае ее клинической несовместимости. Ссылка до медвии, процесс поменяется. Вы уже можете перейти на новую операционную систему, а бизнес-приложений перетащить позже. За счет чего это достигается? Мы используем новый компьютер. Допустим, это будет Windows Vista, либо грядущая Windows 7. Ставим в эту операционную систему программы, которые на 100% совместимы с этой новой операционной системой, а те программы, которые с ней несовместимы, мы непосредственно не ставим. Далее мы используем компонент, всем вам известный, это Virtual PC, в который ставим либо Windows XP или 2000, а потом уже ставим в этой вершебной машине соответствующие программы. Данный подход используют уже сейчас многие IT-администраторы, либо это Virtual PC, либо это VMware Workstation. Но такой подход имеет один недостаток, это недостаточная централизация управления. И эту проблему можно решить при помощи компонента Microsoft Enterprise Desktop Virtualization. На примере посмотрим, как это выглядит для IT-профессионала. Пользователь должен запустить Virtual PC, либо VMware Workstation в ней запустить гостевую операционную систему, и работать уже в ней. Соответственно, у вас будет два рабочих стола, два меню-пуска, две панели-задач. Все бы ничего, но для конечных пользователей это немножко трудоемко и не совсем понятно. При помощи MedWir вы можете иметь один рабочий стол, одно меню-пуск, одну панель-задач, и у пользователя создается иллюзия работы с приложением, как будто бы оно установлено у вас локально. Если у нас будет время, я просто покажу, как это работает у дня на медвейной машине. Архитектура MedWir очень простая. У вас есть библиотека с образами виртуальных машин, есть сервер управления, который интегрируется к кивдиректоре, и консоль управления MedWir сервером. Далее администратор может импортировать этот образ в библиотеку, назначить этот образ соответствующим группам пользователей, и пользователи будут работать с опубликованным плазмом. Сейчас я покажу, как это работает. Вся инфраструктура установлена у меня на компьютере, это MedWir сервер и MedWir клиент. MedWir клиент создает меню старт папочки, это MedWir applications. Я опубликовал сейчас четыре предложения для примера. Это MSP, Notepad из Windows XP, а также два пакета программ, это Navision и CRS для клиента. Кроме Navision я пользуюсь достаточно редко, кроме того, он с Vista не работает, поэтому пользуюсь именно MedWir. Как это выглядит? Можно запустить из меню пускать программу и смотреть, что это будет. Ну, на примере, например, вот MSPint. Это MSPint из Windows Vista, а еще у меня есть MSPint из состава Windows XP. Так, сейчас я его залогинусь. Соответственно, это XP-тепент. Старый знакомый интерфейс. Пишется, что физической памяти у меня всего 256 мегабайт. Вот, тогда как фактически их у меня около 3 гигабайт, наверное, часто. Также MedWir позволит вам работать с приложением, которое не работает в интернет-эксплорсии. По-прежнему таких приложений достаточно много. И совершенно логичным образом вы можете работать с шестым эксплорером подвизгой. Это эксплорер номер 6. Я проверял, что работают не только встроенные микрософтские программы, но навижу клиенты, и сервер-деск работает просто отлично. Спасибо вам за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, я рада на них ответить. Ну, примерно подход такой же. У вас есть Virtual PC, который используется в инфраструктуре MedWi, но он используется где-то в фоне. Для пользователя виртуальная машина не запускает. Он запускает, как обычно, из меню в старт. Нужны ему программки и работы. Админу придется поковыряться чуть побольше, но ему поможет в этом централизация, потому что этими образами виртуальных машин он может управлять централизованно у себя на сервере. Как в этом случае быть с лицензированным? Что касается лицензирования, пакет M-DOP, он, как я уже говорил, доступен подписчикам софтвера-шурам и стоит около 10 долларов в год на одну рабочую станцию. Цены на Microsoft Enterprise, desktop, virtualization, они будут объявлены позднее. Сейчас есть только примерные цены, я их не буду пока озвучивать. Я имею в виду еще немножко другое. Как это отражается на децентрирование тех приложений, которые выпускают? Потому что большая часть приложений не имеет конкретных дискуссий, но она ведь не будет находиться. Таким образом, в чем вы имеете? Выиграешь не в лицензировании, выиграешь именно в гибкости и эффективности доставки этих приложений. Если говорить про AppV, то можно забить определенное количество лицензий. Например, что у Microsoft Office они могут пользоваться больше 60 пользователей. Сам Microsoft Office это не контролирует, но это контролируется на уровне уже AppV сервера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok